Филм Finance Corporation Австралия представляет Большая волна Оператор-постановщик Рассел Бекон Продюсеры Денис Килли и Нойл Прайс Автор сценария Шилли Бирс Режиссер Ральф Штрассер Анна, опусти плечо Лови, лови ее Давай, упирайся ногами Давай, греби Черт, Анна, попробуй расслабиться Анна Расслабься Попробуй расслабься Да, сейчас Тренеры разговаривают на каком-то странном языке Например, когда они говорят «У тебя получается все лучше и лучше», на самом деле это значит, что дела хуже Анна, безусловно, у тебя получается все лучше Спасибо, что не сказал ничего, все получится завтра Потому что если он так скажет, это будет означать, что дела совсем плохи Итак, Симой, каков же основной совет Анне? Так Ты поняла, что я хотел тебе сказать? Да, поняла Да, но вот насчет улучшения ее формы Ну, иногда нужно сначала проиграть, чтобы потом выиграть Понимаете? У меня ощущение, что в последний момент она почему-то медлит И потом просто налетает на эту волну Спасибо, мне достаточно одного тренера Ну ничего, завтра у нас все получится Ведь так? Итак, ребята, слушайте внимательно Несмотря на то, что главное это постоянные соревнования Хорошо бы нам сохранить дружескую атмосферу в команде В результате еженедельных соревнований вы будете набирать очки Но также и терять, если нарушите правила Да ладно вам Что поделаешь, ребята, я все понимаю, но такова жизнь Так, теперь посмотрим на ваши показатели 9,5, хорошо Да, молодец Итак, начало положено Теперь только от вас будет зависеть рост ваших показателей Следите только, чтобы это не стало вашей самоцелью Ну просто потрясающе Да для тебя же это абсолютно новое направление Ты сколько занималась кайтбордингом? Не думаю, что смогу хоть как-то улучшить свой результат Я вообще не знаю, кому это будет под силу Ну что ты? Да ладно, Флай, не утешай меня Я тебя не утешаю, но с чего бы это Solar Blue так над тобой тряслись? Значит, у них есть другое мнение Отлично Вот живой человек Секундочку, внимание Просто расскажи, что ты чувствуешь Ведь уже почти месяц прошел Всего пару слов Извини, я опаздываю Больше пока сказать мне нечего Да ладно, чего ты? Ты серьезно? Пока Ну, Эдж, давай поговорим Что ты думаешь насчет того, что ты пока у нас лидер? Да уж Тогда у нас получится кино про Перри Которое постоянно болтает о своих достижениях Нет, не то чтобы я был против Но просто как-то все это уж очень однообразно получается Привет, Хеф Завтракать будешь? Да, пожалуй В поисках ответа на вопрос о недавних неудачах Анна, звезда кайтбординга, обращается за ответом в пище Возможно, увеличение количества хлеба в рационе поможет его как-то решить По-твоему, это хлеб? Не знаю, все зависит от того, насколько я голоден Ну, давай же, поговори со мной Хочешь, на колени встану? Мы попали в число приглашенных на вечеринку Летнее настроение? Вообще, это ежегодная традиция клуба Однако, воспитанников Академии это не касалось, так? Мы не самые желанные гости Смотри, вечеринка сегодня вечером А приглашение на нее мы получили только сейчас Бек, ты все время обращаешь внимание на какие-то мелочи Анна Похоже, приглашения на тебя нет Знаешь что, я сейчас позвоню им Нет, не надо Анна Анна Мы сейчас что-нибудь придумаем Ты что делаешь? Да вот Прибираюсь Знаешь, я не пойду на эту вечеринку Скукать и считай еще Я лучше дома останусь, кино посмотрю Слушай, Флай Я прекрасно понимаю, что ты пытаешься сейчас сделать Мне эта вечеринка абсолютно неинтересна, в отличие от вас В Германии людей нашего возраста считают уже взрослыми Поэтому идите на вашу вечеринку и играйте там во взрослых Мне это не нужно Я прекрасно проведу время одна Флай Извини Извини, да Вчера я тут стала разбираться в делах И кое-что обнаружила Короче, я немного опоздаю Буду минут через десять Извини Хорошо Привет, Анна Постой, давай поболтаем Ладно, раз ты так спешишь Эй, Дэп, подожди Файлы Академия серфинга Личные дела Ничего себе Так, так, что же делать Вот это да Положи в холодильник Мэтт, а ты, вымой стаканы, хорошо? Итак, я пытался разговаривать с ребятами Для того, чтобы создать какую-то общую картину Но они не хотят помогать И вот подарок с небес Именно то, что мне нужно Спасибо, Боже Но, с другой стороны Мне надо быть Энштейном Чтобы понять, что поднимается большой шум Этот Энштейн такой зануда Ты что, не знаешь, что надо стучать перед тем, как войти? Когда я вхожу к себе, то нет И что здесь у нас, моя прелесть? Наши личные дела Заявки на поступления Психологические заключения Мнение судей Куча всего Ну да Смотреть или не смотреть Вот именно Да что ты беспокоишься? Мы все прошли Зачем нам знать, что именно сказали суди? Как мы поймем, какие у нас достоинства и недостатки? Над чем стоит поработать? Это же те судьи, которые будут нас судить в финале Очень правильное замечание Мы так знаем твое мнение Флай? Считайте меня перестраховщицей, но их надо вернуть Они не рассчитаны на то, чтобы мы их видели Перестраховщица Так, если приголосовать, то у нас трое ребят против Да И трое за то, чтобы заглянуть в папку Все равно, какая разница? Анны все равно сейчас нет Это не важно, она ведь не проходила испытаний А она вообще где? Я планировала возвращаться через год Но если я вдруг передумала, могу ли я сейчас Да, сможете Хотите забронировать билет на ближайший рейс? На следующей неделе? Так, кто-нибудь ее видел? Знаешь, последний раз я видел Анну сразу после завтрака Так где она, черт возьми? И где Перри? Скорее всего, она провалилась в унитаз в туалете Потому что именно туда она и пошла полчаса назад Ясно Что там с Анной? Я уверена, она где-то здесь Что? И никого не волнует, что она куда-то смылась и не помогает вам прибираться? Какие-то добрые у нас ребята в этом году Ребята, я потеряла кое-какие важные файлы Их никто не видел, они в такой большой серой папке Насколько важные? В одном файле чек на очень большую сумму Если мы их не найдем, нам туго придется, так что, пожалуйста, поищите Перри, ты не видела какие-нибудь документы? Я не знаю, на что вы намекаете, потому что я все это время была в туалете Да ты что? Вопрос в том, как вернуть их ей обратно Сначала прочтем их Если Анна поторопится, мы проголосуем, если что, все вместе их и посмотрим Все равно в ее деле нет ничего интересного Ты прочла дело Анны, пока была в туалете? Мне стало интересно, что там случилось с этим кайтингом И как она здесь оказалась Ты прочла только ее дело? Ну, не только ее Да ты что, Перри? Привет, Джили Привет Ну, извините, но так получилось Я такая бесхарактерная И потом, если бы Мэтт не застукала Хефа, Хеф бы и сам их прочел Почему бы и нам? Это нечестно Теперь она все у нас знает Так, давайте тогда все прочтем Это будет справедливо А когда вернется Анна, пусть она сама решает Если она вообще вернется Флай Держи Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У тебя всего 2 минуты на то, чтобы собраться Я готов Пожалуйста, пожалуйста, я хочу вперед Так, соблюдайте очередь Анна Я хотел бы знать, где ты пропадала Все это время Я объясню, но не сейчас Знаешь, наверное, нам и с правдой Надо будет как-нибудь сесть и поговорить О чем? О моих обязательствах перед Соларблю? Да И об этом тоже Анна, я узнал насчет твоего приглашения Она просто затерялась где-то Я позвонил в клуб, и они подтвердили, что ждут тебя Здорово, спасибо Но мне правда не хочется А вы отдыхайте Крис, привет Вот, привез своих ребят Спасибо Томми А вас тоже пригласили? Да, но я отказался от приглашения, чтобы не потеряться на твоем фоне Такой уж я Иногда вы очень милый Спасибо Так я полагаю, нет необходимости напоминать вам, что вы максимум сидите до 12 Нет? Нет, нет А теперь все вместе Домой не позже 12 Вы прекрасно развлекаетесь Арон Кэмпбелл Арон Кэмпбелл Вон он, в коричневой рубашке Марти Компс Менеджер Мака Бортс В черных очках А это? Джесси Вандерберг Смотри, про него никаких подробностей Она времени зря не теряет Эдж, ну-ка, давай, плесни на меня Пошли, флай Мама и папа, привет, это Анна Перезвоните мне, как только получите это сообщение Это опять я Вы, наверное, не дома У меня тут есть кое-какие новости Так ты читал мое личное дело? Нет Какой смысл читать личные дела девчонок? Я же не собираюсь с вами соревноваться Ну да Но все равно мне было интересно Я бы прочел, до времени не хватило Как всегда Ну да Понятно Хочешь, я тебе рубашку дам? На мне их две Спасибо И мне было так стыдно, я ведь не знала, что кто-то это видел Перри, Перри, не хочется портить тебе праздник, да только нам уже пора Помнишь? Вот невезлуха, ведь сейчас самое веселье Какое веселье? Появился новый журнал для серферов, сейчас будет презентация Знаете, я сейчас заскочу домой, возьму куртку и отмечу, что я вернулась, а потом... Насколько я знаю, Симо, сложно тебе будет потом улизнуть Привет 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 Я в ванну Спасибо Спасибо Перри? Ты знаешь, кто такой Джесси Вандерберг? Он просто чудо Он видел, как я катаюсь, и я думаю, его интересует не только моя техника И поэтому ты сейчас вылезаешь из окна? Я потом объясню Слушай, ты одна туда пойдешь? Почему одна? Там же Джесси Пожелай мне удачи Ты там всю ночь сидеть будешь? Извини А где Перри? Ее что, смыла? Нет Она сбежала, там кое-какое продолжение вечеринки Что? Ребята, Перри вернулась на вечеринку И что? А то, что нам сказали, до 12 В половину первого Симо будет проверять Он ничего не говорил А зачем ему говорить? Тогда весь смысл пропадет Ну, если это такой секрет, откуда ты-то знаешь? Я же здесь живу Так что делать с Перри? Мы не можем за ней пойти Вовремя не вернемся, и тогда влетит всем Нет Джесси? Ну что, расскажешь, что у вас там происходит в деловом мире серфинга? Мы ведь идем на вечеринку, или? Да Мы-то идем А ты, если хочешь, добирайся сама по себе Хотя, по-моему, тебе уже давно, пара бай-бай Извините Перри, лучше снимай туфли, так тебе будет удобнее бежать Бежать? Симо придет проверять все или на своих местах через шесть с половиной минут Анна, потолкни меня Да я и так уж Еще чуть-чуть Вот так Перри? Перри Так, теперь ты Хорошо, что ты первая пролезла Здесь так неудобно Но я не виновата, это ты выскочила из дома без ключей Нет Помоги Подожди, окно никак не крепится Сейчас найду что-нибудь, чем можно было бы его подпереть Ладно Приветик И вот я подумала, что так как я уже не пошла на ту вечеринку, пойду куда-нибудь в другое место А Перри пошла меня искать, потому что она знала, что если вы это обнаружите, мне не добровать Анна, ты сбиваешь меня с толку Я все чаще задумываюсь над тем, насколько тебе действительно нужно здесь находиться Кажется, ты все делаешь, чтобы отсюда уйти Я понимаю, что именно такое впечатление я и произвожу Это только впечатление, или на самом деле все так и есть? Ну что же, сейчас я пойду спать, а перед этим очень хорошо подумаю над вашим вопросом и утром дам ответ Хорошо Зачем ты это сделала? Я посчитала, что тебе это нужнее, чем мне Симо прав Ты действительно хочешь, чтобы тебя отсюда выставили? Перри, уже поздно, я взяла на завтра билет Только пока Симо и Депп об этом не сказала Как? Ты уезжаешь? Почему? Потому что серфинг для меня совсем не то, что для вас Я не мечтала о нем с пеленок И ты так и скажешь, Депп и Симо? Да, так и скажу А я тебе скажу Настоящую причину Потому что я ее знаю, так же, как Симо и Депп Это все из-за того несчастного случая, который с тобой произошел во время картбординга После него ты стала бояться воды Поэтому тебя и прислали сюда, чтобы ты собралась силами и пришла в себя Ты отлично катаешься И способна победить любого из нас Но ты решила сдаться Убегаешь домой От тебя другого и не ждут Кто? Обо всем этом у тебя в деле написано В каком еще деле? Узнав про несчастный случай, что произошел с Анной Я подумала, что мы сумеем организовать занятия так Что ей будет легче выйти из данной ситуации Солар Блю считает своим долгом помочь А не пережить эту психологическую травму, что она получила Я посчитал нужным, несмотря ни на что Все же принять эту девочку в группу И кто еще это читал? Только я Я вытащила твою папку перед тем, как остальные их прочитали Почему ты это сделала? Потому что, несмотря на мою репутацию, у меня есть сердце Комментарии твоего тренера на последней странице Хочешь, чтобы мне еще хуже стало? Я думаю, что тебе все же стоит прочесть все до конца Спокойной ночи Сколько ты думаешь, это будет стоить? Думаю, недешево Папки, ты тяжелые, долларов десять Десять долларов? Давайте просто подкинем ей по двери, и все Или пусть Хэв себе голову ломает, как теперь их возвращать Если бы у тебя не было желания их прочесть Я бы сейчас чувствовал себя виноватым, что втянул бедного мальчика в эту авантюру Вот так посылочка Мою папку забыли Откуда она у тебя? Секрет Кто-нибудь будет тост? Я бы хотела кое-что рассказать тебе Но сейчас мне нужно найти Перри Когда нужно работать, ее, как всегда, нет Знаешь, я всю ночь думала об этом и решила Я остаюсь На тебя подействовало то, что я сказала, будто ты способнее нас всех Или то, что ты прочитала? Мне страшно Но теперь во мне появилась какая-то спортивная злость То, что написал твой прошлый тренер, это чушь Знаешь, я ведь назло ему стала чемпионкой по кайтбордингу Он сказал, что у меня силенок не хватит А теперь я стану чемпионкой по серфингу Спасибо Не за что Только знаешь, мне надо теперь как-то разрулить эту ситуацию, что возникла вчера у меня с Симо Не знаю, что тут можно придумать Но мы сейчас подойдем и все ему объясним Тогда он снимет с меня штраф и не отберет очков Но тогда он отберет их у меня? Ну да Нет, я так не согласна Но ведь это не честно Анна, мы тут не в куклы играем У нас соревнования Но я думаю, я знаю, что можно такого показать Симо Чтобы он поменял свое вчерашнее решение А сейчас? Как руки? Уже лучше? А, не знаю, слушай У меня уже мозги закоченели Мы тут уже кучу времени сидим У меня синие губы Впечатление, что да У тебя прекрасные губы Как раз совпадают с цветом моря Ах ты нахалка Ты же читала в моем личном деле Если уж что, втемяшится мне в голову Да, я знаю, знаю Ты своим упорством горы сдвинешь Тогда смирись и не ной Я отсюда не вылезу, пока у меня все не получится Завтра, может, и будет новый день Но я добьюсь победы сегодня В фильме снимались Кейт Белл, Хан Читтенден, Крис Фой, Софи Лак, Адам Саундерс, Таня Тодци и другие На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2007 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok